Приветствую каждого игрока от Овощи до Статиста. Сегодня у нас реплей на танке ИС-7. Я давно хотел снять что-нибудь про ИС-7, потому что у меня все-таки про ИС-100 что-то есть, а про ИС-7 нет. И все-таки вот они какие-то эквивалентные друг другу и должно быть, если на канале появился ИС-100, то обязательно должен быть ИС-7. Правильно? Правильно. ИС-7 на данный момент один из фаворитов по танкованию и бронированию на 10 уровне. Поэтому смотрите реплей до конца, будет интересно. Ну а мы начинаем. А теперь поехали. Хорошо. Наш герой выбирает традиционное направление. Направление на точку А. В принципе я это поощряю. Я сюда тоже частенько езжу. Так и тут резко наш герой просто передумал и поехал все-таки с тяжами. Не знаю, на тяжеское направление обычно какие-то рачки едут. Потому что от них поддержки, помощи не допросишься. Играют они кое-как. Попадают по ним тоже частенько. Ну просто вот когда ты здесь перекатываешься, тебя спокойно из тэшки высвечивают и дают тебе либо в бортецки, либо в жопу. Никому же не хочется получать ни в бортецки, ни в жопу. Окей. Наш герой пытается кого-нибудь высветить. Но тут опять-таки стоишь как бы бесполезно. Сейчас будешь перекатываться и по-любому тебя кто-нибудь подкинет вот в бортину. Ну стопроцентно. Вот ты сейчас засветился. Ага. Как я и говорил. Кто-нибудь в бортину, но подкинет. Так, хорошо. Ну в принципе, когда вот сюда перекатился, здесь уже можно обороняться. Здесь уже неплохая позиция. Реально, если вот вражеские танки досюда не доехали, а ты доехал, ну еще и целенькие, если бы доехал, так вообще цены к тебе не было, то тогда можно отсюда отыгрывать. Давайте посмотрим, что у нас у союзников происходит. У союзников происходит следующее. Втроем они пытаются сдержать направление СТ, даже четвером. Все СТшки туда поехали, одна ПТшка. То есть, а все тяжи перетянулись сюда. Вот это тоже плохо. Это плохо в том плане, что когда команда разделена, им сложнее обороняться. То есть, вам приходится тут драться с тяжами. Это хорошо, что их тяжи поехали сюда. А если бы их тяжи поехали на СТ направление, они бы спокойно забрали всех СТшек и одну ПТшку, и потом приехали просто за вами и просто раскидали бы вас. Вот как-то так. Ну, и по крайней мере я это так вижу. Хорошо. Перекатываются сюда наш герой. Ну, и здесь видно ИСа-7. Прям красненький-красненький. Вот видели, как много брони у ИСа-7? То есть, в него реально сложно попасть. И смотрите, он кинул ему прямо в боеукладку. Да, у него действительно боеукладка находится сразу под ВЛД. То есть, кидаете тупо в ВЛД с левой стороны, если вы на него смотрите, и тогда вы попадаете именно в боеукладку. Ну, очень часто попадаете в боеукладку. Другое дело, что сейчас брони у него много, и можно туда просто тупо не пробить. И не пробить шансов очень много. Давайте посмотрим опять, что у нас там происходит. Ага, 40.005 уже отправился в ангар. На картонный ПТ поехал одним из первых. У него даже шансов, наверное, оттуда уехать не было. Не советую вот так вот на картонный ПТ ехать куда-то на первую линию. Ему нужно было стоять, ну, хотя бы где-то на горе вот здесь. А еще лучше поехать, ну, плюс-минус ближе к тяжам. Потому что, ну, нету шансов у 40.005 против СТ-шек на том направлении. Они будут просто высовываться из-за всяких углов, их там тем более трое, и подкидывать ему потихоньку. Да, чисто теоретически они могли бы продавить, но, видимо, наши СТ-шки тоже не особо такие двуны. И не смогли поддержать нашего ПТ-шника. Окей. А у нас здесь дальше битва с СС-7. Не очень одобряю вот такой вид танкования. То есть наш герой сейчас танкует не от борта, а все-таки высовывает нос. И вот когда он высовывает нос, он показывает вот эту правую щечку. И правая щечка, она как бы без БК, поэтому, ну, не особо страшно. Но все равно, в нее можно получить. Ну, вот, в принципе, нам Йох и показал, как получить правую щечку. Окей, окей, давайте смотреть дальше. Ага, СТ-шки уже парочку откинулось. Ну, точнее, одна откинулась. Вторая пытается уехать. Он пытается перекатиться. Но у АМХ действительно есть шансы перекатиться. Другое дело, что он едет сразу в лапы 50Б и Йоха. И это, как бы, ну, не самое логичное решение, согласитесь? Да, Йоха подзабрал. Хорошо. Красавчик. Ну, сейчас ему АМХ пару снарядов закинет, и все. И ангар. Как-то он очень странно поехал еще и на СС-7 и в камень уперся. Что это за игра такая? Ну, зато у нас есть возможность расстреливать АМХа, пока тут развлекается. Смотрите, я с фугаса зарядил, правильно сделал. Но там было только одно место, в которое можно было пробить. И смотрите, сколько не пробитий. Хоп, тут-то 310 откуда-то прилетело. Это Леопард у нас там старается. Хоп, здесь 400 не пробил нас АМХ. То есть броня у нас действительно шикарная. Броня есть. Другое дело, что ДПМа нет. По ДПМу он один из самых грустных танков. У него там 2500 с копейками, 2583 по-моему, да, ДПМа. И этого ДПМа, ну, никак не хватает для того, чтобы просто быстренько раскидывать кого-то на направление. Да, сдерживать направление, это всегда пожалуйста. А вот раскидывать кого-то, опять вот на перекатке, получает сначала от объекта... Нет, это, наверное, Т-100ЛТ подкинул. Да, Т-100ЛТ сейчас подкидывает. То есть объект, он где-то там катается. Леопард тоже не мог попасть. Тем более у нас супер лампочка загорелась. Это Т-100ЛТ по-любому. И вот сейчас он едет на шотного этого АМХа. Ну, я думаю, он его заберет. И вот опять две плюхи еще дополнительно получил. Просто вот ради чего? Ради 209 ХП? Не стоило перекатываться. Лучше бы стоял там на месте. Я думаю, что этот ИС-7 как-нибудь досправился бы с АМХом. То есть надо было оставить АМХ именно на ИС-7. А самому уже бронироваться от СТ-шек. Объект просто тупо вкатывает. Вертухан. Вертухан не прошел. Опять две плюхи почти получил. Но одну забронировал. На самом деле с бортом там вообще интересная тема. А давайте я вам покажу. Почему не показать-то? Вот бронирование ИС-7. Как видите, здесь у нас по 300 мм. Если мы вот щучьим носом прямо стоим. Вот как-то так. По 300 мм. И это реально жестко. Это практически непробиваемая стена. Да, в ЛДХ пробивается. 250 мм. Но если бы в ЛДХ не шилось, ну как бы. Просто нереал какой-то. Башня у нас тоже монолит. Да, есть вот эти комбашенки. Но про них мало кто знает. Да и их выцелить очень сложно. То есть они супер мелкие. Тут все равно 280 мм. Вот даже вот под таким углом я держу. 280 мм. И это шьется далеко не каждым снарядом. Еще вот здесь вот есть выступ. Вот этот 130 мм. Но в него тоже нужно выцелить. И это реально сложно. Вот когда ты перед ним стоишь вот так вот напрямую. Ты пытаешься выцелить вот эти башенки. Но их сложно выцелить. Если у тебя танк ниже, чем ИС-7. Ну ниже, куда уж ниже. Ну хорошо. Хотя бы на уровне с ИС-7. То тогда ты в них хрен попадешь. Если выше, да, есть шанс. Но опять, очень сложно. И пробивать ИС-7 в клинче практически нереально. Теперь про борт. То, что я говорил. Борт неплохо танкует. Смотрите. Ну, башню можно пробить в борт. Ну и вот допустим ИС-7 как-то вот так вот едет. Вы смотрите сюда. Здесь 200 мм. Здесь пробьете. Дальше идет полоса вот эта. С фальшбортом. Ни хрена вы ее не пробьете. Как бы вы ни старались, вы ее не пробьете. Дальше идет полоса с небольшим таким наклоном. Ее можно пробить. Дальше идет полоса с... Дальше полоса идет по гусле прям. Дальше идет полоса прям по гусле. Эта полоса пробивается легко. То есть, если вы в нее стреляете, вы ее точно пробьете. И дальше идет еще одна полоса. 300 с копейками миллиметров. Потому что она вот под таким охеренным наклоном. Не пробьете вообще никак. И вот получается, что вот из-за этих перекосов. То есть, то сюда попал, то сюда попал. И ты не пробиваешь эту советскую читоброню чисто в Бортецкий. И можно всегда вот то попасть, то сюда, то туда. Не пойми куда. Давайте я вам сейчас покажу, как нашего героя там подстреливали. Вот, смотрите. Наш герой перекатывается. Вот ему тут попадали как раз таки фальшборд. И этот снаряд, скорее всего, не прошел. Не могу стопроцентно сказать, что он не прошел. Но, скорее всего, не прошел. Он подставлялся еще тем бортом, по-моему, много. Да. Вот, смотрите. Снизу прошло. Сверху прошло. Как раз таки эти снаряды пробили. Если бы попали вот в этот фальшборд, скорее всего, не прошло бы. Окей. Едем дальше. Смотрим, что у нас тут получается. Ну, тут надо однозначно забирать ЛТшника. ЛТшника, точнее. Да, забрал. Хорошо, красавчик. Там С7-й, надо же, даже играет. Я уж думал, он вообще забыл, что-то он на поле боя находится. Нет, играет, помогает даже. Что-то пытается сделать. Но у них все-таки три СТшки. А у нас два тяжика. И один тяжик уже на последнем издыхании. 400 ХП это не то, чтобы много. Это реально два выстрела для всех этих СТшек. А у нас тут барабанщик перед нами. Напомню. У которого по 310 Альфы, по-моему, с каждого снаряда. И если он будет их реализовывать, то все. Да даже Голдой можно пострелять. Почему бы и нет? Ну, даем ему плюху на 400. Первая не заходит. А-а-а! Голдой стреляет! Смотрите, 260 Альфы было. Голдой! Голдострел! Нет, ну я на самом деле понимаю его. У него просто шансов не остается. Еще танкуем. Смотрите, 142 ХП. Сейчас мы могли бы отправиться в ангар, но мы на ИС-7. Он танчит все. Ну, при правильном использовании. Ой, дурачок на Леопарде. Вот смотрите. Там стоял ИС-7 почти фуловый. Ну, там чуть-чуть у него меньше, чем фулка была. А там 2000 примерно, да? Если бы Леопард приехал сюда, добрал бы этого нашего героя, да? Помог бы своему Т-54-1, то они бы остались втроем против одного ИС-7. Ну и как бы, учитывая его ДПМ в 2500, 2500 это очень маленький ДПМ. Ну, реально очень маленький ДПМ. Они бы его забрали. Сто процентно забрали. Не-е-е. У ИС-7 на самом деле с комфортом стрельбы все очень плохо. Пушка косая. Там сведение долгое. У ВНов 6 градусов. Все очень печально. Реально, очень печально. Но, тем не менее, он тащит чисто за счет своего читерного бронирования. Вот таких вот вертуханов. Вот смотрите, он выехал просто и вертуху кинул. 400 урона нанес. Блин, 7 хп осталось. Обидно, конечно. А мог бы его забрать. Мог бы забрать. Того ИС-7 почти расковыряли. Сейчас его с двух сторон мочат. Нет, смотри-ка. С тесту ЛТ он справился. У него уже хп стало. Ну, плюс-минус на шот леопарда первого. Ну, в принципе, он может быть откинется. Может быть, как-то доживет до конца. Сейчас посмотрим. Тут все зависит от леопарда первого. А что наш герой будет делать? Двигается в точку Б. А, ну хорошо, правильно. Точки взять, это милое дело. Все-таки вы на двух тяжах, а там леопард. Он может, в принципе, спокойно поехать на А. Ага, за ним как раз поехал тот ИС-7. Интересно, интересно. Ну, я бы на месте леопарда попробовал бы как-нибудь скрысить нашего героя. А потом разобраться бы с тем. 7 хп и... О-о-о-о-о-о! Долго целился. Очень долго целился леопард. Наш герой вообще не медлил ни секунды. Он просто вертуха накинул. То есть, только пушка навелась на леопарда, все, кидает. Ну, правильно, леопард картонный. Там выцеливать особо ничего не нужно. Другое дело, что сам леопард встал и стоял выцеливал. Чего он выцеливал? Нужно было кидать. У тебя леопард, он картонный. У тебя был шанс. Реально был шанс. Но он завтыкал и, соответственно, поплатился за это. Отправился в ангар. До свидания. Хорошо. Ну, чистая победа, как говорится. Замечательно. Что же у нас тут по медалькам? О-о-о, по медалькам неплохо. 5500 урона, кстати, и 200 тысяч дали. 200 тысяч, неплохой фарм. Мастерос. Воин. Основной калибр, стальная стена и, конечно же, спартанец. Сколько у нас рикошетов было под конец? Ну, парочка точно была. Помню, помню, да. Парочка точно была. Давайте посмотрим, что у нас там с командой. Команда, наверное, отличилась своей игрой. Ну, леопард, кстати, неплохо играл. Но в конце что-то как-то завтыкал. Самую малость. Ну, вот то, что я говорил про 40.005. Зачем он поехал на первую линию, непонятно. Он 0 урона нанес. Он вообще не смог там реализоваться. На картоне, на первой линии делать нехрен. Ну, если только ты не какой-то уверенный игрок. Ну-ка, давайте посмотрим его проценты. Да, 48%. Ну, то есть видно, что игрок был не на скиле. У него явно скилухи на 40.005 не хватает. И на первой линии он его реализовать точно не сможет. Это все-таки очень тонкое оружие. У него очень клевый барабан. У него офигенный ДПМ. Но это все нужно уметь реализовывать. И реализовывать это лучше. Где-нибудь с третьей и со второй линии. Остальная команда, в принципе, играла. Ну, то есть там СТ-шки как-то стрелялись. Там ЛТ-шки тоже стрелялись. Ну, неплохо. Я думал, будет хуже. Я думал, у нашего героя как бы будет преимущество перед всеми игроками. Нет, только 40.005 нихрена не делал. А остальные более-менее играли. А вот у вражеской команды ИС-7 был каким-то овощем. Да я смотрю, тут все те же отличились. Что ЙОХ, что АМХ, что ИС-7. Они как бы, ну, не показали полного потенциала своих танков. Например, на АМХ, трехзарядном АМХ, по 400 урона, одна плюха. Он дал 500 урона за весь бой. Даже барабан не разрядил. Две плюхи, видимо, какие-то попали. И то одна по какому-то недобитку. Окей. ИС-7, ну, то есть 254 урона. Я не знаю, он фугасом, может, кинул по кому-то. 254 урона, это даже не альфа. Понятия не имею, куда он там кинул на 254 урона. Может, он столкнулся с кем-то. Не, вообще не знаю. Вот, то есть, абсолютно не могу описать, что произошло такого, чтобы он дал 254 урона. Может, в него кто-то врезался. Очень интересно, как это получилось. Ну, ладно. И Йох, 880 урона. Ну, тут как бы кое-как он там стрелял. Просто под конец он решил перекатиться. Подставлялся жестко. Ну, тоже не особо скиллов отыграл. Остальные члены команды, в принципе, старались. Ну, то есть, все СТ-шки, вражеские, они молодцы. Они, в принципе, приложились к победе. Но не смогли дотащить до конца самую капелюшечку. Буквально по одному выстрелу по этим двух парням. Ну, ИС-7 все-таки тащит. Спасибо бронированию. Ну, и для тех, кто остался, чуть-чуть статов ИС-7. Бронирование мы, в принципе, посмотрели. Бронирование у него отменное. Реально хорошо танкует. Выкачивать можно вообще всем. И танковать на нем будет сплошное удовольствие. Даже если вы сами не сможете танкануть, то он вам поможет. Теперь касательно ствола. Разброс адский. Сведение 5 секунд практически. Это космос. У некоторых КД 5 секунд. А у нас сведение 5 секунд. 2 500 урона. Ну, 2 584. Ну, почти 2 600. Это практически нижняя планка на уровне. Там есть пара танков, у которых чуть-чуть поменьше. Там Йох на двухстрельной пушке. У него там тоже 2 500 с копейками. Маус 2 500 с копейками. Но все равно, вы понимаете, что вот среди ТТ это нижний показатель. Этого зачастую просто тупо не хватает. Но чисто за счет бронирования вы успеваете настрелять. По вам скидываются редко. Брони у вас много. Попадают еще реже. Пробивают тем более реже. Вот. Ну, то есть, как бы, ИС-7 это явно не первая жертва, которую хотят разобрать. Вот если кто-то встретит ТС-1ЛТ, по нему накидывают с удовольствием. Или какого-нибудь бачата там. Вот по ним прям за милое дело накинуть. Леопард тот же. А по ИС-7 нет. Нет. Точно нет. Время перезарядки почти 11 секунд. Ну, как бы, тоже такое себе. Ну, 10 с половиной даже. Альфа 460. Вот, альфа неплохо. То есть, 460 это почти пятихатка. Пятихатка вылетает зачастую. Ну, мы видели, в принципе, в бою, как она вылетала. У Венов, как я и говорил, 6 градусов. Ну, тут... Но у Вена, как бы, полагаться особо не стоит. По скорости, кстати, мы приличный танк. То есть, у нас 50 километров максималка и 18 теговооруженность. Это неплохо. Это очень неплохо. Разгоняемся мы реально быстро. Набираем свою максималку, в принципе, нормально. И мы можем, можем доехать до нужного нам направления. Можем попытаться его продавить. Где-то там подрашить в какой-то момент. Но, опять-таки, ДПМ танка не дает ему раскрыться в полном естестве. Ну, а на этом все. С вами был Зав. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Обязательно присылаем свои реплеи на мастера. Ну, или на другие какие-то редкие места. Ссылки есть все в описании. Там дискорд. Можно почту. Любой вариант присылайте. Любой вариант выбирайте. Присылайте свои реплеи. Я их смотрю. Выбираю лучшие. И они отправляются на критику реплеев. Если ваш реплей хорош, то он обязательно попадет в нашу рубрику. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем спасибо. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok